Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа, распятого за нас при Понтии Пилате, воскресшего в третий день, и в Духа Святого, Господа Животворящего, и во единую Святую Вселенскую и Апостольскую Церковь, ожидая воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Каким видите вы свое будущее? Как далеко вас заводят ваши мечты? Илья уж точно не мог предугадать, что же для него в конечном итоге сделает Бог. Человек, подобный нам, подобный нам, имеющий свои взлеты и падения, минуты силы и успеха, минуты депрессии и падения, человек, просящий смерти. Вот этого точно Бог не исполнил в жизни Ильи. Илья просил себе смерти. Но Бог сказал, ты получишь, Илья, водительство мое. Ты получишь защиту, ты получишь особую заботу, но смерти, Илья, смерти не увидишь. Уж такое будущее Илья точно не мог представить. В первой главе, второй главе, в начале книги царств, в четвертой книге царств, мы прощаемся, как бы, с пророком Ильей. Он много сделал на земле. Его служение привело к тому, что народ Божий вновь был поставлен перед выбором, кому служить, хромать ли на оба колена или все-таки верно следовать за живым Богом. Сам Илья стал примером этого следования живому Богу. Примером, как для своих верующих собратьев, так и для многих других людей, которые жили за пределами Израиля. И уже здесь, на земле, в последние дни своей земной жизни, Илья уже жил необычной жизнью. В первой главе четвертой книги царства описывается, что в это время он даже повелевал молниями. Но, конечно, не он. Бог сотрудничал с Ильей. И это было удивительное время. А потом наступил момент, когда огненные колесницы забрали Божьего пророка, не дав ему увидеть той смерти, которую он себе просил. Для того, чтобы в следующий момент, когда Илья придет на эту землю, то встреча бы, чтобы у него случилось не с кем-нибудь, а с самим Сыном Божьим, воплощенным в человеческом теле с Иисусом Христом. После этого Библия очень долго молчит нам об Илье. Но в самой последней книге Ветхого Завета и в самой последней главе этой книги, книге пророка Малахия, и в самых последних стихах этой последней главы, последней книги Ветхого Завета, мы с вами находим следующие слова. Это последнее пророчество Ветхого Завета. «Вот я пошлю к вам Илью, пророка, перед наступлением дня Господнего, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил землю проклятием. Бог посылает Илью еще раз. Бог посылает Вестника перед тем, когда вернутся на землю. И перед пришествием Иисуса Христа здесь на земле роль такого посланника исполнял Иоанн Креститель. Но мы с вами, верующие люди, люди, читающие Слово Божье, мы имеем целую картину того, как будет происходить второе пришествие Иисуса Христа, когда будет положено окончание всей истории греха. И точно так же, как Иоанн Креститель в духе и силе Ильи готовил землю людей к первому пришествию Иисуса Христа, точно так же и в это последнее время придет последний Илья, тот, который подготовит окончательно землю людей к тому славному событию возвращения Иисуса Христа. Илья уже из человека простого, подобного нам, как говорит Священное Писание, стал символом. Он сам, его жизнь стала пророческой. Очень интересное наблюдение касательно жизни Ильи. В Библии есть как бы маркеры, такие ключевые точки. Они часто выражаются в цифрах, повторяющихся в различных библейских отрывках. И когда мы смотрим с вами на то время засухи, о котором говорит Илья, после того, когда Иезавель ввела поклонение солнцу, ввела языческие практики в жизнь народа Божьего, три с половиной года было время засухи. И после этого изливается дождь, начинается реформация, гонения на Илью обрушиваются, но в то же время Бог защищает ее, и в конечном итоге, после всех этих событий, Илья поднимается на небо. В книге Даниила и в книге Откровения тот же самый период, три с половиной года, 1260 дней, 42 месяца, этот период обозначен как пророческое время, историческое время, когда истина Божья будет в поругании, после того, когда в церковь проникнут различные языческие практики. 1260 лет церковь будет гонима, верные Божьи люди будут гонимы. Они будут подобны Илье, скрываемым Богом в удаленных местах. Но по прошествии этого периода времени начнется особое движение в духе и силе Ильи, со своими взлетами и со своими падениями, с моментами удивительного Божьего откровения и временем откровенной слабости. Этот последний Илья должен совершить то же, что сделал Илья в древности – произвести реформацию в среде народа Божьего, в среде людей, которые называются именем Иисуса Христа, приготовив их к последнему, самому важному испытанию. И когда апостол Иаков говорит о том, что Илья был человек, подобный нам, помимо всего прочего, это означает, дорогой зритель, что это служение Ильи, оно также открытое для тебя. Ты тоже можешь стать членом вот этого движения верующих людей, отстаивающих бескомпромиссно истину Божью, готовящую этот мир к возвращению Иисуса Христа. Исследуй Слово Божье, исследуй внимательно книги Откровения и Даниила, и прими решение быть с Богом в своей жизни, быть верным Богу, чтобы то, что когда-то Бог сделал для Ильи, стало реальностью твоей жизни. Отсюда, с этой земли, быть поднятым к вечной награде Царствия Божьего на небо к Иисусу Христу. Субтитры создавал DimaTorzok